Дорогие братья и сестры, мы продолжаем работать для православной социальной сети и лица. И предлагаю вам вторую часть нашей программы «Ориентация», которая посвящена 25-летию со дня трагедии в монастыре Птина Пустыня, когда погибли три наших инока — отец Василий, Трофим и Ферапонт. Напомню, что мы беседуем с архимандритом Милоседеком, настоятелем подворья Птина Пустыни в Москве. И тоже повторю, что и отец Милоседек, и я лично были в тот день в монастыре, все это видели, все это пропустили через свое сердце, и потом вот эти все четверть века. Как-то странно звучит, четверть века, но ведь это, к сожалению, так. И вот тема, которую сейчас я первый хотел бы предложить для разговора, это, с одной стороны, я наблюдал, как нехотя распространяется вот все, что произошло тогда, никто не верил. И когда ты говоришь, я там был, и я видел отца Василия, я с ним вместе учился, у нас была одна для меня крестная, для него фактически духовная мать, которая привела его во многом к церкви Тамара, благочестивая женщина, дай Бог здоровья. И как он ушел в монастырь, мы же оба спортсмены были, мы оба закончили институт физкультуры, об этом мало кто знает. Но ведь это так. И один, отвлекусь немножко, видающийся спортсменсальников, он сказал одну мысль, в спорте человек проживает жизнь, он ее моделирует. И мы с ним уже умерли, когда я пошел на журфак, и вместе с ним мы учились, сдавали экзамены, там разницу, в общем, как спортсмены нам, мы поступили на вечерний, потом на дневное. И мы уже как спортсмены умерли. Это совершенно другое отношение к жизни, кстати, если спортсмен профессиональный. И вот я хотел бы попросить вас сказать или вспомнить, вот главные миссионерские итоги вот этого четвертьвекового пути. Это же высорковленные люди, родственники, друзья. Это вот эта информация. Когда я приехал в, по-моему, да, в 94-м году в Сербию, стоит брошюрка. Переведенная, да? Да. Тоненькая брошюрочка стоит. Это, говорят, вот наши заступники. И в Греции слышал, так сказать. Да, да, да. В Польше, может быть, так сказать. Так что, да. Ну, интересно, интересно. У отца Трофима, у отца Трофима, в семье было пять детей. Среди них было три брата и две сестры. Вот. Он один из трех братьев. Так вот, со временем, со временем, племянники, племянники, которые были, и братья и сестры, далеки абсолютно от веры. Потому что там даже храма в этом месте не было. Городок, город Тулун, по-моему, где он родил. А, это крупный город, Тулунский, это район. А там село-то, извини, деревня еще какая-то более маленькая была. Что там даже храмов не было. И он как раз, говорит, задыхается душа без храма. То есть у него мысль такая была, говорит, я в Оптину ходь по шпалам, но пойду. А потом оказалось, оказалось, что вот эта трагедия, она родных и близких привела к вере. Мало того, что его родная мама стала монахиней. Монахиней Марии. А родная мама отца Василия... Которую мы с вами видели, вот несколько дней назад в Оптину она приехала, да. Она стала монахиневой Василисой. То есть вот они, как в спорте, подхватили эстафетную палочку. То есть никто не упал, так сказать. Дело молитвы, дело служения Богу продолжается. И поэтому, конечно, было удивительно. Есть такое выражение у Иоанна Златоуста. Однажды я заболел воспалением легких, вот, и думаю, ну, и как раз, как получилось, как сказал один из выдающихся мыслителей, философ, математиков, Блес Паскаль. Он однажды сказал, если бы Бог по временам нас не укладывал на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. И вот когда я лежал уложенный на лопатки, со всплалением легких, думаю, ну, что вот сейчас, ну, время есть, что-то, ну, удивительное время болезни есть, когда можно что-то почитать, одному побыть. Вот. Взял Том Иоанна Златоуста. И у него мысль о вифреемских младенцах, какой вообще был смысл, приходит в мир жизнь, то есть Христос, жизнь с большой буквы. И с этой жизнью, с этой жизнью, 14 тысяч жизней забирается. Он говорит, я вообще ничего в этом не понимаю, я вообще ничего не могу понять. Он так начинает, как красиво. И я читаю 30 страниц. Он все подводит, подводит, подводит. Так очень это красиво думаю. Слушайте, ну, где же ты, где же алмаз-то? То есть, руда есть, алмаз где? Он подводит, подводит. Но ты за рудой и алмазом, если они только алмаз будут. Вот это такая стиль, стиль Златоуста. И вдруг, и вдруг. Вот эта фраза, наверное, которую я постараюсь, наверное, запомнить до склероза, который, не дай бог, когда-нибудь наступит. Вот. А может и не наступит. Но постараюсь запомнить. У бога, и вдруг этот алмаз, вдруг он просто, как вот сейчас Софита в этой передаче стоит, вот так высветилась, вся эта книга засветилась, которую я читал. У бога польза больше, чем наказание. У бога польза больше, чем наказание. И это и в личной жизни, и в жизни церкви, в жизни прихода, в жизни страны, в жизни революции. А сейчас, когда мы с отцом Иоанновичем, с крестьянками встречаемся, он говорит, сейчас мы живем в такие времена, в такой духовной свободе, которой не было даже в царские времена. Давайте далеко не будем ходить. Правоставное телевидение до революции было? Не было. Ну, правоставный интернет был? Нет. Миллионы книг, изданий, которые сейчас уже, так сказать, завалили. Было? Не было. Это вот новое, молодое поколение, все-таки мы пожили же чуть-чуть, они этого не понимают. Надо объяснять. Я в 88-м году поступал в семинарию, у меня в руках было три книги. А вот Дорофей, Лесвичник и Патриархийный молитвослов и Евангелие. Вот четыре книги было в моей библиотеке в 88-м году. То есть, ну, не совсем, нет, 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 да, да, но 30-е... Это вот тысячелетие крещения как раз было. Нет, нет, поступал в 84-м, значит, 34 года назад. Вот в этом году мы будем праздновать 30-летие выпуска нашего. Но тысячелетие года назад книг вообще не было. Уникальное сейчас время. И поэтому, интересно, а они пришли... То есть, трагедия, трагедия, но у Бога польза больше, чем наказание. Если бы не случилось этого, непонятно, какой бы путь был для них, какой бы был путь для монастыря, какой бы был путь для тех паломников, которые приезжают. Потому что нужны недалекие, далекие, далиюционные или вообще еще, так сказать, 17-18 или там, так сказать, 4-й, 5-й век, подвижники веры, благочестия, монахи. А вот, конечно, мы свидетелем были, мы с отцом Василием, то есть, я уже тогда был армонахом в 88-м году, а он пришел в Оптинопустыню Игорем Росляковым, послушником, мало того, помогал мне на крестинах. Вот, и опять же, вот это духовный образ человека. Значит, была уникальная такая ситуация в Оптинопустыне. Крестить тогда вроде было бы, в монастыре было бы не принято. Был приходской храм Благовещения Божьей Матери в Казельске, отец Валерий Данильевича служил там, Царство ему Небесное. Вот, и у нас вроде бы это не было принято. Ну, Владыка Евлогия тогда, Архимандрит, сейчас Митопоид Владимирский, Сыуздальский, Блэксилл. Ну, ладно, одно-два крещения проведи. И вот мы, значит, приезжала молодежь, мы ее готовили, вот, исповедь, подготовка, ну, исповедь перед крещением, подготовка к крещению, огласительные беседы, а потом крестили на Пафноте в Боровском источнике. А это, это был тогда не закрытый источник, а тогда это был деревянный сруб 3 на 3 метра. Я помню, почему. Ну, вот как сейчас в этой студии, вот такая была поле, или как она называется, зя, не зеркало воды было. Значит, и вот я, а крестить было в таких условиях, туда должна была опускаться лестница. По лестнице крещаемый должен был спуститься, вода 4 градуса, как в любом источнике, 4 градуса. И я тогда думал, вот мы сейчас, когда будем крестить, это было первое крещение, ну, вдруг что-нибудь от этой воды, потому что там было, вспоминаю, было 3 парня одна, девушка была, вот, ну, как они там будут, я не знаю, 4 градуса. Ну, вот они сами, причем им дал, был выбор, как крестить. Они пожелали с полным погружением именно там, ну, хорошо, только быть ко всему готовы. Мы идем с ним по пути, так, несем с собой иконы, он несет лестницу, вот, несколько человек их, их друзья, вот, с моей стороны помощники были, в том числе и он. Идем крестить, и вдруг я ему говорю, а я так, ну, в шутку, я узнал, что тогда уже на тот момент Игорь Исклюков, мастер спорта международного класса, по водному полу, который все это бросил, оставил ради монастыря, ради веры, ради церкви, ради спасения души. Я у него спрашиваю, слушай, а в случае чего, мы же колодец идем крестить, ты плавать-то умеешь? И он мне говорит, немного. Да-да-да, это он сделал. Подхватил мгновенно, то есть, вот это тоже такая тонкость души. Я говорю, слушай, а вас откачивать-то учили? Он говорит, ну, уже серьезно, то есть, я, потому что вопрос-то уже я серьезный задаю. И он тогда уже, ну, тоже сылку говорит, да, год, учили. Я говорю, тогда давай, держи, будешь держать за руку, пусть тогда сами, все под воду не уходят, держи за руку. И он говорит, я, батюшка, все понял, вот и было все идеально. То есть, он лежал на этих бревнах, страховал, и вот так, так сказать, это была такая помощь и такой... Я же, кстати, открою вам тайну небольшую, что когда мы выбирали с Алексеем Денисовым, а это вот мой коллега, когда приехали 25 лет назад в Оптину, ну, понятно, Оптина, но реально я ехал к отцу Василию, и я с ним договаривался, отчего, давай, ты должен дать нам интервью. Ну, он мне же не будет отказывать, да, но, значит, ну, хорошо, зачем, может быть, не надо. Я говорю, хорошо, поздравишь с праздником. А он говорит, хорошо, ну, давай завтра. И вот этого завтра не произошло, а я хотел, чтобы он просто поздравил, ну, Христос воскресенье. Ну, можно было потом прокомментировать, кто это, что это. Ну, конечно, да. Фактура должна была. Да, и я ехал, в общем, еще и туда, и к нему. То есть, это вот такая сложная была, сложная такая мотивация, и, с одной стороны, я и счастлив, что там оказался, и, с другой стороны, события были не очень такие. Вот, но вот то, что произошло, и когда мы показали это все, и там был Алексей Денисов, такой текст, что когда страна праздновала какое-то там что-то юбилей, готовилась к выборам и смотрела матчи чемпионата мира по хоккею, в этот момент произошло историческое событие для нашей церкви. И вот, как было и тогда сказано, и сейчас это подтверждается, что мы получили молитвенников и заступников. И вот в эти 25 лет все это только подтверждается. И на своем опыте могу, как публициста, сказать, телевизионного в том числе, что вот это прошло сбор материала, прошло первое осмысление, написаны какие-то технические книги, воспоминания, все это собрано. И вот это вообще этап современной публицистики, в том числе и просветительской, что мы подошли к новому рубежу переосмысления нашей жизни. Именно с духовно-нравственной точки зрения. Мы должны показать тот путь, по которому мы должны идти. И вот эти иноки, которые отдали свою жизнь за ны, фактически, вот они и есть свидетельства того великого нового времени, в которое мы вступаем. Это так. И почему именно сегодня, 25 лет спустя, а не 5 лет, и может быть не еще сколько-то, все-таки началась подготовка к прославлению, да, это, ну в общем-то, это знак нашего времени. Мы живем в особый период, огромной свободы духовной. Это мало кто понимает, я вернусь к этой мысли. И добрый знак, и доброе время. И будем надеяться, что это будет, это почитание, это обращение будет продолжаться. И самое главное, что этому же легко подражать. Мы же говорим о том, что сейчас мы принимаем участие в программе, которая носит название «Ориентация». И вот человек начинает искать, особенно молодой, а на что ему ориентироваться. Я когда прихожу в школу, это не часто бывает, но бывает. Вот, я говорю, ребят, у вас же основной девиз – красиво жить, правильно? Телевидение, радио, СМИ, все же красивой жизни. Мы с мамой иногда смотрим, когда новости, она говорит, и я как-то заметил, она заметила, вот смотри, говорит, у меня артист, хоккеист, спортсмен, ну, реже писатель. Ну, новости, потом, так сказать, уже одна зарисовка, другая, особенно про артистов. Умрет директор завода, который выпустил или создал ракету, танк, оборонительную какую-то систему, подводную лодку. Вот ты знаешь что-нибудь об этом? Я вот не знаю. А врач, что недостоин, а учитель? Врач, учитель, ну, любая другая специальность, это не звенит, а вот это звенит. Знаете, у нас, в отличие от, например, той же Сербии, у нас не публикуют некрологии. Вот иногда специально вот открываешь газеты провинциальные, в том числе Сербии, там обязательно с фотографией и какая-то аннотация, то есть люди проявляют уважение. С портретами вот обклеены они все, вот, так сказать, щиты, когда кого-то хотят, у нас почему-то этого нет. Даже я помню, в вечерней Москве печатали некрологию. И все узнавали, кто подписал, там целая была, была своя традиция, сегодня это ушло. Вот возвращаясь к мысли, что вдалбливается в голову о красоте жизни, что вот это красиво, быть артистом, красиво быть спортсменом, красиво быть публичным человеком. Это красиво. Я говорю, красиво жить, красиво жить, не просто звук пустой, лишь тот, кто в мире красоту умножил молитвой и трудом, лишь тот красиво прожил. И вот как раз у человека к чему посвятить жизнь, к чему посвятить жизнь, а жизнь посвятить надо чему? Творению добра, так сказать, в той, в той мере, и на том месте, и с той максимальной отдачей, которой ты можешь. А не просто, так сказать, попасть на страницы глянцевого журнала, так сказать, или попасть в какой-то эфир, или попасть еще, так сказать, чтобы тебе кто-то узнал, это прозвучало. Не об этом есть. Как премудрый Сократ однажды сказал, истинная жизнь, истинная жизнь, жизнь не только для себя. Вот человек должен это понимать, не только для себя. Смотрите, как интересно, себя не забыл, но тут же делает оговорку, не только для себя. И поэтому человек, если сориентируется в жизни, что жизнь не наслаждение, а служение, нам же вдалбливается, ищите наслаждение во всем и любой ценой, но никак не служение. А вот посмотрите, другая ориентация. А эти выбрали служение, братья и мученики выбрали служение кому? Богу, церкви и людям. Когда я говорил, и я подтверждаю, что я последний, кто с ним разговаривал, я-то последний, кроме этого человека, совершившего это все. И получается, что вот эта степень ответственности, она как-то частично на меня вот и переходит. И поэтому вот спустя 25 лет, я считаю своим важным долгом вернуться к этой теме, говорить об этом, если вот нужно рассказывать, популяризировать в какой-то степени, продвигать, сейчас такое модное слово есть. Но именно мы говорим о вот том служении, которое они несли. Это вот очень важно сегодня. Кстати, сейчас мысль пришла, когда ты об этом говорил, о том, что будут рассуждать и вникать. Но ведь никто же рядом не положил хлеб и крест, вот, свободу и отречение, то есть выбора не было. Да, поэтому иногда говорят, ну, мы чего же ставили, ну, кинь щепотку, поклонись, так сказать, это как у идолу, так сказать, наступи на икону, ну и будешь жив. У них же не было такого выбора, такого же произволения. И у меня пришла такая мысль. Они этот выбор сделали, выбор сделали, когда пришли в монастырь. Потому что 25 лет прошло, и никто не знает, и многие, может быть, не задумываются, а что было 25 лет назад? Игорь Ростяков пришел в 88-м году. Один из них 89-й и 90-й. Ферапонт вообще три года только пожил. А у нас коммунистический режим... А я и после успел принять, и он только вложился. А у нас коммунистический режим, когда, когда, Павел, мы даже тогда, в 88-м году, когда восстанавливали монастырь, я приезжал к Ациану и говорю, «Батюшка, а стоит вообще все это сейчас, в восстановление удариться?» Или самое главное, наладить какую-то внутреннюю жизнь, какие-то, может быть, издательства, катехизации, А может быть, какой-то виток-то, может быть, обратно будет. Вы делайте, делайте, так сказать, но нормально сделали, как Покровский монастырь создали. А потом-то раз так, гостиничка такая нормальная, там, все, так сказать, сделали. А не тогда выбор сделали. Это сейчас свобода, это сейчас есть, а тогда непонятно. Вообще, когда человек станет себя христианином, чем закончится его жизнь? Ну, на нас смотрели как на маргиналов, да, что вот почвенники там и другие разные слова употребляли, какие только. Ну, и потом еще сумасшедшие, дурка по ним плачет, так сказать, и прочее, прочее. Многие, именно так и было. Вот тогда они сделали этот выбор. И наши оппоненты, вот которые немножко сейчас после 2014 года по понятным причинам несколько приутихли, они же делали все, чтобы и это событие было, так сказать, под спут отправлено. И вообще вся вот этот весь цикл «Русский мир», который мы с Алексеем Денисом делали, и потом вся наша карьера, она была очень тяжелая. И вот вопреки всему, сегодня уже скопилась достаточно большая масса материалов и церковно-публицистических, которые делают неотвратимым постановку вопроса о национальном телевидении, о понимании, что такое национальная стратегия сегодня. Вот надеюсь, что вот эти, то, что мы говорим, мы переходим уже к новому периоду развития нашей страны, без нравственного стержня, а столпом являются треугольным камнем. Вот этот подвиг наших братьев, без него двигаться невозможно. Безусловно. И поэтому будем надеяться на то, что люди, которые приходят к правоставию, которые приходят к церкви, что это тоже будет вплетено и в их жизнь, и в их ориентир, жизненный ориентир, чтобы понимать, где черпать эти силы, для того, чтобы на своем месте, на своем месте исполнять то, что должно. Интересно, такая мысль была относительно братья, относительно вообще ориентации в жизни. Кто-то из мудрых людей сказал, для того, чтобы что-то начать, не надо быть великим. Но если ты начнешь, великое может совершиться. Когда они начали монашескую жизнь и переступили порог, они великими не были. Но начав этот путь, они великими стали. Вот так и в жизни. Берись за то дело, которое ты умеешь делать по образованию, по произволению, по своим рукам, мозгам, и делай для семьи, для людей, для страны, для церкви и для Бога. Если каждый на своем месте будет это делать, тогда совсем будет по-другому. А они как раз, может быть, и основная молитва, наверное, к ним, это чтобы была правильная ориентация в жизни, направленная на служение, направленный вектор к церкви, к Богу, к национальной идее, что мы живем в России, и это наша страна, это наша Родина, это наше все. И поэтому благо ее, это наше благо, и поэтому и мы должны для нее сидеть. А не говорить, что эта страна, это не эта страна, а наша страна. И тогда, если будет эта решимость, это произволение, это ориентация, что наша жизнь, не только наслаждение, и не одно только наслаждение, оно прилив все служение, где бы то ни было, мать детям, отец семье, учитель ученикам, ученики друг другу, и пошла круговая, круговая, друг за друга порука. Как я говорю, есть круговорот воды в природе, а должен быть круговорот любви в природе, любви в смысле жертвенного служения друг другу. Если это будет, будет круговорот. Тогда даже наша простая, обыкновенная, бытовая жизнь, начиная с семьи, подъезда, работы, закоколокласса, аудитории, курса, завода и творческой мастерской, воинской части, это уже будет сформироваться определенная среда и определенные взаимоотношения, которые ради Бога делают человека, это все же его не... Человек рассматривает не как предмет наслаждения и предмет выгоды, а предмет, к кому я могу быть в жизни полезным, и что я могу, так сказать, чуть-чуть жизнь могу сделать чуть-чуть лучше, добрее и светлее. Знаете, у меня такая тоже возникла параллель. Если бы, возможно, не было этого подвига, вот те наши офицеры, которые приняли решение в Сирии, вызвать огонь на себя, пожертвовать собой и погибнуть, это сегодня в западном понимании невозможно, а в русском это нормально. Отдать душу свою за други свою положить, это же евангельская истина. Именно русские офицеры, русские солдаты всегда так воевали. Значит, еще жива Россия, и мы надеемся, что она будет всегда жить. И вот еще один такой образ, это вот эти кресты в часовне воскресенья, после обеда, вот все в таких беленьких записочках, вокруг крестов. Это, что ты с этим сделаешь? Это люди несут сокровенное, они просят помощи. И вот эти корзинки потом их собирают, там вносят, ну, соответствующим образом с ними там обращаются. Я не знаю, читали ли вы это, ну, может быть, вам удавалось там, или как-то нужно было читать, но они обращаются к ним с молитвами и получают. Если бы не было обратной духовной связи, то вот этого бы не было. А народ наш очень трудно обмануть. Ну, это я видел, это начиналось и с часовни Ксении Блаженной, Ксении Петербургской. Вот тогда то же самое, весь забор тогда даже вообще не пускали. И вот эта народная волна, она, так сказать, и делает это признание, и она делает этот выбор между святым и несвятым. Это, конечно, народное сердце. Кстати, относительно воинства, и знали они об этом подвиге или нет, это просто она в наших, как корневое, наша корневая система, наша корневая система. И мне вспомнилось, когда ты заговорил о воинстве, мне вспомнилось, переложено на стихи, клятва белого дореволюционного офицера. Душу Богу я вручаю, жизнь я жертвую, царю, честь себе я оставляю, сердце Родине дарю. Ради чего это возможно? А потому что душа, душа, душу Богу я вручаю, а тогда уже не важно, что будет с телом и с сердцем, сгрызут его, сожгут, так сказать, вырежут, это не важно уже, что будет, душу Богу я вручаю. Поэтому если есть жизнь будущего века, тогда уже все остальное уже имеет, конечно, огромное значение, но наша жизнь не только здесь. И когда человек живет с таким ориентиром в жизни, такой человек это уже потенциально и воин духа, и воин Христов, и воин России, и, так сказать, и самые главные для него житейские проблемы, они не такие уж и проблемы, почему? Потому что Христос даровал нам бессмертие, а уж, так сказать, все бытовые мелочи жизни, кстати, о них однажды отец Трофим написал письмо. Дорогие мои братья и сестры, все то, от чего вы чумеете, еда, шмотки и развлечение, это все такая ерунда и бессмыслица. Главное, чистая совесть и вера в Бога. От чего вы чумеете? То есть он сам жил такую жизнь. Да, да, да. Да. И вот поэтому стало, а потом развилась, правильная ориентация, ориентация на небо. И вот это, так сказать, сделало их и небожителями, надеемся, вот и новомучениками, надеемся, и помощниками в нашей жизни, надеемся и ходатайами нашей, и стране, и оптиной пустыни, и всех тех многочисленных паломников, которые к ним обращаются. И поэтому сатана думал, что он убил трех монахов, а на самом деле через эту жизнь, через эту смерть и через этот подвиг мы, наверное, на небе обрели трех ангелов и трех святых, которые для нас как раз и ориентир. А с чего? В самом простом. А начать этот первый шаг к Богу. Девять Господь сделает нас встречу. И так во всем, и так и везде. В работе, в повседневной жизни, в семье. Сначала ты, потом тебе. Лучше, лучше, лучше служить, чем нуждаться в служении. Лучше помогать, чем нуждаться в помощи. Лучше любить, чем нуждаться в любви. Лучше отдавать, чем принимать. Поэтому, когда человек с таким ориентиром в жизни живет, я думаю, тогда это правильный стержень, правильный фундамент у человека. В программе ориентации есть своя традиция. Там обычно мы рассуждаем в конце, какая ориентация. Да, собственно, наша вся программа, она есть ответ на этот вопрос. Что ориентация на Бога, а наши три инока, это вот те самые ориентиры. Которые нам помогают в этой ориентации существовать. Это великое событие XX века, перешедшее уже в век XXI. И вот недавно я был в Московском университете, уже на Воробьевых горах. Теперь они получили свое правильное название. Я вот сотрудникам ректората сказал, ну вот я вот был в Оптино-Пустыне, значит, то-то, то-то, 25 лет. Я говорю, понимаете, что вот первый, возможно, святой праведник русской церкви, ваш бывший студент. Вы понимаете, что такое Московский университет, нового, вот это, уже нового времени, нового поколения. И вы получаете такого заступника. Ну, это интересная мысль. И вот сейчас заложили храм на Воробьевых горах, университетский есть, значит, традиционный святой Татьяны на Маховой. А вот что будет и на Воробьевых горах, я думаю, это приведет многих людей к пониманию того, чем нужно заниматься. И именно университет, кстати, вот в авангарде движения за укрепление теологии как стержня миропонимания, рядом с философией. И вот создание там, то есть теологической ассоциации, сейчас туда, где Московский университет тоже входит. Это вот то, за что эти наши братья отдали свои жизни. Вот это новая волна, новая качественная волна отношения к православию, как к цивилизационно составляющей нашей жизни. И уверенность, что мы идем правильным путем, и никто нам, кроме Бога и наших иноков, не указ. Спасибо вам очень, что вы нашли время, и мы побеседовали с вами на такую и дорогую мне тему, и одновременно нашим телезрителям. Ориентацию мы с вами уже выбрали, теперь ваше дело, уважаемые телезрители, принять свое решение. А на этом мы с вами прощаемся, и программа «Ориентация» завершает вот свой разговор, это специальный выпуск. Всего вам доброго, и до новых встреч, в том числе на площадке православной социальной сети Елица. Спасибо вас, Господь. Мир вам и Божьи благословения дорогим нашим братьям и сестрам, дорогим телезрителям. Редактор субтитров А.Семкин